В Иркутской области жесткую посадку совершил пассажирский самолет Л-410. Спасатели уже добрались до места крушения, которое находится на одном из небольших островов в излучине реки Киринга неподалеку от аэропорта назначения в селе Казачинское. Сейчас АДТ эвакуация пострадавших. Многие из них, зажаты на борту, ведутся работы по их освобождению. В МЧС России сообщили, что погибли четыре человека, в том числе один из пилотов. Спасателям удалось добраться до места крушения самолета Л-410. По некоторым данным, нескольким пассажирам удалось самостоятельно выбраться из салона самолета. Кто-то даже отправился навстречу к спасателям. Известно, что состояние как минимум одного человека, находившегося на борту, крайне тяжелое. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что всего восемь пострадавших, четыре погибших. Четыре человека самостоятельно выбрались из самолета. Эвакуировать пострадавших можно только по воде. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили, что место крушения отрезано от большой земли, и спасатели готовят аэролодку, чтобы вывезти людей. Рейс под номером SL-51 вылетел из Иркутска по расписанию в 21 час и пять минут по местному времени. Судя по спискам, на борту было 14 пассажиров и двое членов экипажа. Самолет L-410 направлялся в райцентр Казачинское. Время в полте всего 1 час 40 минут. И за 10 минут до запланированной посадки самолет пропал с радаров. С аэродрома назначения сообщили, что вы в районе сложные метеорологические условия и плохая видимость из-за сильного тумана. По предварительным данным, L-410 потерпел крушение при попытке повторного захода на полосу. Сразу после аварии сами пассажиры по телефону 112 смогли вызвать помощь. На место выдвинулись спасательные группы. Пассажиры пытались подать звуковые сигналы, чтобы их могли быстрее обнаружить. По поручению Александра Бастрыкина расследование причин катастрофы передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренное статьей 263 УК РФ, это нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Но этот борт не был старым. Он выпущен только в 2014 году. Кстати, авиаперевозчик «Сибирская легкая авиация» – это та же самая компания, чей Ан-28 в начале июля также совершил жесткую посадку в тайге под Томском. Сейчас отрабатываются несколько версий произошедшего – отказ электроники, ошибка экипажа в сложных метеоусловиях и нарушение технического состояния. Субтитры создавал DimaTorzok